Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1079. Тема «Грех». Любопрение. Что это такое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Филиппийцам, 1, 15, 16. Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. Филиппийцам, 2, 3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по светмеренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Любопрение означает любовь к спорам. Согласно Слову Божию, если двое спорят между собой, а один из них отстаивает истину, то он не спорит, а свидетельствует. Спорят незнающие. Марка, 9, 16. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Иоанна, 6, 52. Тогда иудеи стали спорить между собой. Собою говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Деяние, 23, 9. Сделался большой крик, и встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Деяние, 28, 29. Когда он сказал это, иудеи ушли. Много споря между собою. Кавычки закрыты. Споры не нужны, и в спорах истина не рождается. 1 Тимофею, 6, 5. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Титу, 3, 9. Глупых же состязаний и родословий, споров и распри о законе. Удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Такие люди очень ограничены в знаниях и переполнены самомнением. О чем бы ни заговорил, они все знают, но никогда ни в одном деле их не найдешь, даже в том, которое спаривает. Они просто теоретизируют, как наш диакон. Но не проповедуют, не занимаются с людьми, избегают тех, кто знает священное писание, очень сильны в сборе криминала и на подсматривание, а сами гниют и гниют на своих дрожжах. Ни одного дельного совета, даже жутейского, того, который можно было применить с пользой для дела. Они дать не могут. Притчи, 18, 2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Сирахов, 8, 4. Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Сирахов, 11, 9. Не спорь о деле для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Кавычки закрыты. Любопрительных людей интересует не истина, она им совсем не нужна, а собственное их мнение, которое никто, кроме его жены, не поддерживает.